Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моём канале YouTube. Сегодня обсуждала с девчонками на работе интересную тему. У нас зашёл такой спор между теми, кто гладит и кто не гладит домашнее постельное бельё, либо домашние какие-то кухонные полотенца. Так вот, моё мнение, что совершенно не обязательно тратить драгоценное время на то, чтобы погладить постельное бельё, потому что глажка белья занимает достаточно долгий период времени, то есть это час как минимум, точно его нужно, чтобы погладить, чтобы все уголки отпарить, чтобы всё было идеально. Потом ты его складываешь и убираешь куда-то в шкаф, и на нём всё равно остаются какие-то заломчики, какие-то складочки. И потом, когда ты кладёшь это постельное бельё, собственно, застилаешь им кровать, один раз поспишь, и всё, оно уже мятое, и ничего, никакой глажки не будет заметно. Есть мнение, что бельё гладят для того, чтобы якобы исключить момент каких-то микробов, но я, например, стираю всё постельное бельё на 90 градусах температуре машинки, поэтому при этой температуре это почти кипячение, все микробы точно убиваются. Поэтому если есть прям сильное желание или какие-то рекомендации, может быть, врачей, хотя мне кажется, это странно, я с такими не встречалась, главное, что есть время. Если есть время, то, пожалуйста, гладьте, если вам так нравится. Но если есть сомнения, что я трачу кучу времени на то, чтобы покладить постельное бельё, а его катастрофически не хватает, и приходится отбирать у себя часть времени на сон, либо на спорт, либо на какие-то другие приятные вещи, то мой совет — вообще откажитесь от этой идеи, потому что зачем? Мне лично непонятно. Если у кого-то есть какое-то другое альтернативное мнение, поделитесь, пожалуйста, им в комментариях, потому что, на мой взгляд, это вообще бесполезная история. Более того, я перешла на современные синтетические материалы, которые присутствуют в одежде, и выбираю такую одежду, покупаю сразу же, которая требует минимальной глажки. То есть это, например, и рубашки, которые хлопок с синтетикой, которые прекрасно дышат, в которых не потеешь, не мёрзнешь, чувствуешь себя комфортно, при этом они не мнутся, когда ты их носишь, и всё время выглядят очень хорошо и презентабельно, и плюс их не нужно гладить, либо они требуют минимальной глажки. Ну и любую другую одежду я стираю, вешаю аккуратно на сушилку, чтобы она висела в расправленном состоянии, перед тем, как повесить, я её просто встряхиваю, и таким образом все мои вещи, большинство вещей, может быть, есть там совсем небольшое количество экземпляров, которые прям требуют сильной глажки, это какие-то вещи там с жабой или с какими-то рюшами, а основная масса одежды я её не глажу. То есть на этом я экономлю драгоценное время и трачу его на какие-то приятные вещи для меня самой. Поэтому кто за такой подход, ставьте лайк, кто против, ставьте дизлайк, и делитесь своим мнением и своим подходом в комментариях, мне будет очень интересно почитать, какой у вас подход к мнущимся и не мнущимся вещам и к глажке вещей вообще.